Кинжитаю Атагулову грозит 5 лет лишения свободы. Сегодня состояло заседание апелляционной коллегии по делу заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью, которому предъявляют обвинение в фальсификации уголовного дела. На заседании, как обычно, присутствовали родные и близкие подозреваемого. Однако сам Атагулов на процесс не явился. Апелляцию об обжаловании служители Фемиды рассмотрели, однако решение суда не оставили без изменения. А значит два месяца Кинжитаю Атагулову, пока идет следствие, придется находиться в ИВС. Отметим, на защиту высокопоставленного полицейского вышли сразу три адвоката. Конечно, мы все миры предпримем, чтобы доказать его невиновность, безусловно. Однако Адельмурат Маженов, который себя считает потерпевшим в деле Атагулова, верит в то, что Фемида будет благосклонна к нему. Я не боюсь, я уже, я и говорю, и всегда говорил, что это оборотень. Делая время, многие это поймут, что я могу сказать. Был бы он честный, вот все, как говорят, адвокаты, он бы не сидел в зале сюда, правильно? И у меня не две головы, я не такой человек, чтобы неправду говорить. Я говорю правду, чтобы конкретно подкидывал, но он не героиня. Арахметов, Дархан, он тоже подкинул. Напомним, заместителя Карагандинского УБОП задержали 10 дней назад по подозрению в превышении должностных полномочий. Причем речь идет о деле пятилетней давности. Прокуроры настаивают, что в 2007 году Кинжитая Тагула сфабриковал материал уголовного дела. Будучи еще оперативником, он якобы подкинул наркотики Адельмурату Маженову. Бывший подозреваемый написал жалобу, и прокуроры снова подняли дело. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.